Библейский портал экзегет.ру представляет Продолжаем изучать четверо Евангелия на библейском портале экзегет. Евангелие от Марка, глава 3. И пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, встань на середину. А им говорит, должен ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить. Но они молчали. В данном случае мы видим, что и в один из субботних дней в синагоге, то есть в собрании верующих, Господь, пользуясь положением находящегося в синагоге человека, имеющего больную руку, хочет еще раз засвидетельствовать то истинное учение Бога о субботе, которое человечеству было дано. Он знает, что за ним наблюдают его доброжелатели, злопыхают, пытаясь, еще раз скажем, развенчать его как истинного мессию в глазах людей, который не может нарушить закон. И здесь уже за нарушение закона вписывают исцеление болезней как труд, который человек не имеет права в день покоя совершать. Господь просит человека, который имел иссохшую руку, встать посередине, то есть так, чтобы он был виден всем, и все видели, как страдает этот несчастный. И спрашивает фарисеев, должно ли добро делать в субботу или зло делать, душу спасти или погубить. Вот, по сути дела, вопрос поставлен так однозначно, что и ответ на него может быть только однозначным. Да, добро должно делать в субботу. Суббота как день покоя, как день, который предназначался для того, чтобы человек, обращаясь к Богу, зарядился силой жизни на будущую неделю. Естественно, предполагал, что человеку больному нужно помочь эту силу приобрести. Поэтому молчат фарисеи и книжники. И вот дальше мы найдем стихи, которые есть только в Евангелии от Марка. «И возрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, протяни руку твою». Он протянул, и стала рука его здоровой, как другая. Мы видим, что здесь Христос проявляет чувство гнева. Иногда ставится и здесь под сомнение, мог ли Христос с гневом на кого-то смотреть, если он был воплотившейся любовью. Но в данном случае мы говорим, что здесь Господь гневается на тот грех, который совершали, в данном случае, книжники и фарисеи. Грех, который сопровождался ожесточенностью их сердец. Сердце людей стало неподатливым к добру, и они видели только какую-то постоянную внешнюю выгоду в исполнении дел закона. Тогда Господь совершает перед их глазами исцеление человека. По сути дела, Он свидетельствует о чем? О том, что они жутко неправы в своем понимании того, что есть закон, и как его нужно исполнять, и когда его нельзя исполнять. Говорится о том, что рука человека стала здоровой, как и другая. И в Евангелии от Марка, в 6 стихе 3 главы, будет сказано, что фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Вот это тоже реплика евангелиста должна быть рассмотрена, поскольку фарисеи и иродиане ненавидели друг друга, и практически никогда ни под каким предлогом не общались, не могли общаться. Потому что для фарисеев общение с иродианами было страшным грехом предательства Бога, в том числе, так они полагали. Но здесь, когда перед фарисеями встает, как они понимают, очень мощный, серьезный враг, ради того, чтобы его погубить, чтобы избавиться от него, они вступают, причем сказано немедленно, вступают с иродианами в совещание, и замышлять начинают уже вот то страшное дело, которое так или иначе, но все-таки совершат, совершат грех богоубийства. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, и Думеи, из Иордана, и живущие в окрестностях Тиро и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему великом множестве. Вот здесь евангелист Марк перечисляет множество областей Палестины, где об Иисусе как о великом, по крайней мере, пророке становится известно. И люди шли во множестве за Иисусом, и мы понимаем, что это были не десятки, и не сотни, и даже не тысячи людей, а десятки тысяч людей, которые искали от Господа, ну, по крайней мере, телесного вспоможения, но шли за ним, как за великим чудотворством. Конечно, для книжников и для фарисеев это было очень серьезным свидетельством того, что они рано или поздно потеряют власть над людьми, а потеряв эту власть, лишатся всего того, что благодаря этой власти имели. И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его. То есть людей было так много, что необходимо было воспользоваться таким очень простым и понятным для нас приемом. Нужно было от берега отплыть на лодке, чтобы люди остались на берегу и в воду за ним не пошли. А с другой стороны, мы понимаем, что это было достаточно удобно для проповеди, потому что берег обычно по отношению к морю расположен как амфитеатр, а вода, если спокойная, вода Галилейское озеро, оно часто бывало спокойным, здесь, по сути дела, давало очень хороший акустический эффект, и Христос, находясь в лодке, мог достаточно для большого количества людей совершать свои учения, произносить свои беседы. «Ибо многих исцелил он так, что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его». Вот мы понимаем, что здесь Господь уходит даже от своего рода, от каких-то преждевременных опасностей, поскольку люди буквально бросались на него, и чем эти броски могли бы заканчиваться, мы понимаем, что в том числе и каким-то серьезными ранениями. «И духи нечистые, когда видели его, падали пред ним и кричали, «Ты сын Божий!» Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным». Вот здесь мы находим еще очень важное замечание, что нечистые духи исповедовали Иисуса сыном Божиим. А он запрещал им, чтобы не делали его известным. Но вот этот запрет, о котором говорится в 12 стихе 3 главы, по сути дела не знает исключения по всей евангельской истории. Нигде Господь никогда не позволил нечистому духу исповедовать его мессианское достоинство. Но первую, наверное, очередь это было связано с тем, что Господь не хотел никому навязывать свое мессианство. Он хотел, чтобы человек свободной волей, свободным волеизъявлением принял то, что Иисус есть мессия, потому что вхождение в царство мессии, оно очень строго рекламентируется путями свободы и любви. Но здесь еще и вот в 11 стихе мы встречаем тот термин или титул, которым увеличают Иисуса падшие духи «Ты сын Божий!». Здесь все-таки следует, конечно, заметить, что такой термин, как «сын Божий!» являлся мессианским титулом у ветхозаветных иудеев, и он не указывал на то, что носитель этого титула является носителем божеской сущности. Но, по крайней мере, в словах бесовских «Ты сын Божий!» нельзя не видеть мессианского исповедания Иисуса. «Потом зашел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему, и поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов». Но вот здесь мы говорим как раз о том, что Господь избирает для себя 12 апостолов, и их задачи или их функции здесь евангелист Марк очень просто, четко и кратко обозначает. Итак, поставил из них 12, чтобы, во-первых, с ним были, это первое, пребывание с Христом необходимо для истинного ученика, его, и чтобы посылать их на проповедь. То есть, вторая очень важная функция, задача апостола проповедовать о Царстве Божием, то есть о том Царстве, которое принес человеку Христос, то Царство, о котором сам Господь проповедовал. Ну, и здесь говорится, чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Ну, и здесь следует заметить, что вот это две очень важных власти, исцелять от болезней и изгонять бесов, это была не самоцель, это была возможность для апостолов подтвердить свою проповедь вот теми чудесами, которые необходимы были для людей, погруженных в чувственность, погруженных в бездуховность. Это своего рода были такие реанимационные меры, которые выводили человека из духовного оцепенения и заставляли человека услышать ту проповедь, которую апостолы произносили. Это было достаточно, наверное, важно для Христа дать эту власть апостолам, поскольку время, о котором мы говорим, когда совершалось общественное служение Христа, оно было достаточно насыщенным временем для тех лжемессий, которые ходили постоянно по Палестине и собирались, по сути дела, занимались сбором денег, обещая людям политические и экономические свободы. И вот на фоне таких лжемессий, конечно, Господь понимал, что и его апостолы, обещающие людям Царство Божие, могут выглядеть подобным образом. Но для того, чтобы людей утвердить в истинности того учения, которое апостолы проповедовали, им дана была власть, которой не было ни у кого из лжемессий. И это именно изгонять бесов из людей и исцелять от болезней. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Зеведеева и Иоанна брата Иакова, нарекший им имена Вуанергез, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа Варфоломея, Матфея Фому, Иакова Алфеева Фаддея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который и предал Его. Ну вот здесь мы находим в Евангелии от Марка список 12 апостолов, по сути дела, тех самовидцев ближайших, которые избрал для себя Господь. Ну вот имена, которые здесь перечисляются, они, конечно, знакомы для верующего человека. Симон, он же Петр, и по некоторым еще текстам он проходит как Кифа или еще сын Ионин. Дальше Иаков Зеведеев и Иоанн Богослов. Здесь мы встречаем у евангелиста Марка слова о том, что Господь им нарек имя Вуанергез, то есть сыновья Громовы. Вообще у толкователей вопрос остается до сих пор нерешенным, что это имя значит, но большинство все-таки полагают, что такое имя сыны Грома было дано им за их ревность в деле богоугождения, ту пламенную любовь, ту решительность действий, на которую готовы были святые Иаков и Иоанн Зеведеевы, для того, чтобы Господу угодить. Традиционно здесь вспоминается одно из событий, правда, находящееся в Евангелии от Луки, когда братья Иаков и Иоанн из-за того, что Христа не пустили однажды жители самарийского селения пройти через их селение, предложили Христу не ввести огонь с неба, чтобы это селение уничтожить. Но им Господь, правда, сказал, не знаете, какого вы духа. Дальше говорится об Андрее, это Андрей Первозванный, так мы его именуем, это брат родной Симона Петра. Дальше говорится о Филиппе и Варфоломее. Ну, напомним, что Варфоломее, второе имя этого апостола, есть Нафанайл, а слово Варфоломей здесь может быть переведено, как сын Фоломея. Матфея и Фому, вот в данном случае Матфея здесь именует Евангелист Марк, хотя события второй главы называют этого апостола и мытаря по имени Левий. Фома, имя еще, которое мы встречаем в текстах евангельских, Дидим, хотя слово Фома так и переводится, как Дидим или Близнец, Иакова, Алфеева и Фаддея. Ну, вот в данном случае здесь Фаддеем мы можем назвать еще и Иуду Иаковлева. И вот в данном случае дальше говорится о Симоне Каноните. Симон Канонит, он же еще и Симон Зелот. Вот это имя этого апостола. Ну, и Иуда Искариотский, который и предал Его. Вообще, надо сказать, может быть, еще раз напомнить, что все одиннадцать первых апостолов происходили родом из Галилеи, а Иуда был из селения Кариота или Кариофа. По сути дела, это было одно из иудейских селений. Вот оказалось, что Иуда и от Иуды и предает нашего Господа. «Приходит в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав ближнего, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Русалима, говорили, что он имеет в себе Вельзевула, и что изгоняет бесов силуя бесовского князя». Вот такой очень серьезный отрывок. Ну, опять свидетельствуется о чем? О том, что Христа окружает огромное количество людей, такое большое, что невозможно было накрыть даже трапезу, чтобы вкусить хлеба. Ну, и понятно, что и времени для этого абсолютно не было. Но то учение, которое Господь произносил перед окружавшими Его людьми, по всей вероятности, очень не вписывалось в те традиционные понимания царства Мессии и о самом Мессии, которые имели ветхозаветные иудеи и боги Господа, которые и на данный момент окружали Его. И поэтому люди, слушая то учение Христа об истинном мессианском царстве, говорят, он вышел из себя. Ну, и вот тут, как тут, оказываются книжники и фарисеи, которые продолжают, по сути дела, вот эту обозначенную мысль этими людьми, доводят ее до логического конца и говорят о том, что он вышел из себя, потому что просто бесноватый. В данном случае, вот эти слова, он имеет в себе вельзевула, и что изгоняет бесов силу и бесовского князя. Ну, вот вообще слово вельзевул переводится в самом таком мягком, как бы, переводе князь-мух, и это было очень уничижительным именем, которое было дано Иисусу. Мы видим, что он терпит это имя, он не реагирует практически никак на такое наименование. Ну, и в данном случае пытается объясниться по-доброму на данный момент с книжниками и фарисеями, которые окружают и хулят его перед всеми. И вот последующие слова как раз об этом говорят, 23 стих. И призвав их, то есть вот этих книжников, которые говорят о том, что он имеет в себе вельзевула, призвав их, говорил им притчами. Как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится в сам себе, не может устоять дом то. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять. Но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Вот, по сути дела, две притчи, которые, внимательно вчитываясь, в общем-то, все становится понятным. Господь действительно здесь признает, что есть определенное царство или княжество сатаны, что немало людей, которые являются, по сути дела, вместилищем его злого бесовского духа, люди бесноватые, или сосуды, которые находятся, как говорит Господь, или вещи в доме его. Так вот, для того, чтобы эти сосуды от этого злого, страшного, греховного духа освободить, что должен сделать в первую очередь тот, кто хочет взять дом с этими вещами. Конечно, связать этого сильного. И тогда только освободить эти сосуды от этой бесовской силы. Итак, если бесы покидают человека, значит, сильный связан. Значит, здесь вот эта, ну, по сути дела, элементарная логика, она является истинной. И Господь поэтому продолжает так. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. Все сказал он, потому что говорили, в нем нечистый дух. Вот в этих словах мы находим очень тоже важное учение о том, как человек может быть прощен, или за что он может быть прощен, и почему не может быть прощен. Все грехи и хуления, какими бы ни хулили, будут прощены сынам человеческим. В данном случае те, которые не выходят за рамки хуления Духа Святого. Что значит хула на Духа Святого? То есть, когда человеку становится очевидным, что действие, совершаемое Иисусом, есть действие Божие, человек, несмотря на то, что очень четко это представляет, все равно идет на нечестивый поступок хуля Духа Святого, говоря, что это действие бесовское. Человек до такой хулы не может взять и дойти просто так. Человек должен созреть, он должен пройти определенную точку невозврата, после которой начнется то, что мы называем невозможностью покаяния. Хула на Духа Святого не может быть прощена человеку по очень простой причине. Не по той, что Бог чего-то не может, он может все, а только по той, что грех прощается человеку только в одном случае, если он кается в этом грехе. Человек, доведший себя до состояния хулы на Духа Святого, теряет возможность покаяния. Он становится мертвым для возможности покаяния приносить. Иными словами, он совершает смертный грех, то есть умирает для вечной жизни. «И пришли матери и братья Его, и, стоя вне дома, послали к нему звать Его. Около него сидел народ, и сказали ему, вот, матерь твоя, и братья твои, и сестры твои, вне дома спрашивают тебя». В данном случае здесь мы видим, что указывается не только на Матерь Господа, Пресвятую Богородицу, но также и на братьев Его, и на сестер Его, которые находились вне дома, но которые беспокоились о Его здоровье, по крайней мере. Что было, что вызвало то, что сродники Господа пришли, ну и в первую очередь, конечно, Божья Матерь, по всей вероятности переживания за то, чтобы вот те слова и те учения, которые произносил Господь, не легли ли совсем плохо на сердце Его ненавистников, и люди могли бы расправиться с Ним. Вот в данном случае вот эти переживания приводят Богородицу к тому, чтобы прийти и увезти Его из этой толпы. Под братьями мы понимаем, конечно, сводных братьев Господа, так же, как и сестры Господа, это те, кто были, приходились Ему сводными братьями и сестрами. И отвечает им, кто Матерь Моя и братья Мои, и обозрев сидящих вокруг себя, говорит, вот Матерь Моя и братья Мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь. Ну, конечно, такими словами, во-первых, Господь очень четко обозначает, что он, как пришедший в силе Бог, не нуждается в том, чтобы его кто-то забирал, чтобы кто-то его действиями руководил. Но, с другой стороны, его слова, тот, кто исполняет мою волю или волю Божию, как в Евангелии от Марка сказано, тот мне брат и сестра и матерь, с одной стороны, конечно, свидетельствует о том, что родство с Господом верующий человек приобретает исключительно через исполнение заповедей, которые есть не что иное, как воля Божия. А с другой стороны, конечно, он свидетельствует о том, что Божия Матерь, она, как никто другой, исполняла святую волю Божию. И все то, что она делала, абсолютно точно вписывалось в исполнение этой воли. Здесь заканчивается 3 глава Евангелия от Марка.